Guten Tag, liebe Freunde! Здравствуйте! С вами Оксана Васильева, и сегодня мы выучим новую грамматическую тему. Тема называется Imperativ – повелительное наклонение. Если вы готовитесь к экзамену Staddeutsch 1, то есть на знание уровня А1, то прошу вас обратить на эту тему особое внимание, потому что в устной части экзамена вам нужно будет строить предложение в повелительном наклонении. Давайте для начала вспомним, что такое повелительное наклонение. Вот русские примеры. «Иди домой» или «Купи, пожалуйста, молоко». Эти предложения построены в повелительном наклонении. Слово «повелительное» происходит от слова «повелевать», то есть «приказывать». но используется оно не только в приказах. «Императив» используется в приказах, требованиях, в просьбах, в советах, в указаниях. Как же образуется немецкое повелительное наклонение? Обращать свою просьбу мы можем к разным лицам, и форма сказуемого будет зависеть от лица, к которому мы обращаемся. Сейчас мы рассмотрим предложение в повелительном наклонении для каждого лица. Для того, чтобы вы смогли увидеть изменения сказуемого, я приведу предложение в двух наклонениях – повелительном и изъявительном, то есть обычном. Итак, обращаемся на «зи», «вы». Купите, пожалуйста, билеты. Вот это наше предложение в повелительном наклонении, и здесь мы обращаемся вежливо на «зи», на «вы». Давайте рассмотрим это предложение. На первом месте мы видим «стоит сказуемое». Запомните, сказуемое в повелительном наклонении всегда стоит на первом месте. Форма этого сказуемого нисколько не изменилась, то есть совпадает с формой обычного, изъявительного наклонения. На втором месте стоит местоимение «зи». Запомните, если мы обращаемся на «вы», то местоимение «зи» в повелительном наклонении должно быть обязательно. На последующих местах стоят остальные члены предложения. Обращаемся на «ду», «ты». Купи, пожалуйста, билеты. Мы видим, что форма сказуемого изменилась. Что мы сделали? Мы убрали окончание и оставили только основу глагола. Эту основу мы поставили на первое место. Обратите внимание на то, что местоимение здесь не ставится. Это нужно запомнить. Рассмотрим также предложение с неправильным глаголом «лейзен». Опять же, строим повелительное наклонение и обращаемся на «ду», на «ты». Как видите, и в этом случае, в повелительном наклонении, мы оставили только основу. Изменение гласной «э» на «и» тоже сохранилось. Но имейте в виду, так происходит только с неправильными глаголами с корневой гласной «э». Посмотрите вот на это предложение с глаголом «fahren». Езжай, пожалуйста, не так быстро. Здесь мы использовали неправильный глагол «fahren». Мы знаем, что в обычном наклонении у неправильных глаголов в форме «ду» «а» меняется на «э». В повелительном наклонении «а» не меняется. Запомните это. Рассмотрим еще одно предложение, но уже с обычным, правильным глаголом. Глаголом «абейте». «Абейте дох хойте». «Поработай сегодня». В этом предложении мы использовали глагол с основой на «т». Напомню вам, что у глаголов с основой на «т-д» в обычном наклонении в некоторых лицах между основой и окончанием ставится буква «э». Я вам напомню это споряжение. «Ду арбейтест», «эзи эс арбейтет», «я арбейтет». В этих лицах мы между основой и окончанием поставили гласную «э». Эта буква «э» сохраняется и в повелительном наклонении. Теперь осмотрим предложение в повелительном наклонении с обращением на «я», «вы». «Гейт дох мальцум супермаркт». «Идите-ка в супермаркет». Как видите, просьбу в этом лице построить несложно. Нужно поставить на первое место сказуемое в неизменной форме, то есть форме, в которой она стоит в обычном изъявительном наклонении. А местоимение в данном случае тоже не используется. Итак, мы рассмотрели построение предложений в повелительном наклонении для трёх лиц. «Зи», «ду», «иа». И теперь мы ещё обсудим один момент. Вы, наверное, заметили, что в повелительном наклонении мы использовали частицы «битте», «дох», «тохмаль». «Маль». Для чего же они нужны? С частицами «битте», «пожалуйста», «дох», «ведь», «же», «маль», «ка». Предложения звучат более дружелюбно. При этом на русский язык они могут и не переводиться. Поэтому их желательно использовать в просьбах и советах. На сегодня всё. С вами была Оксана Васильева. Viel Erfolg beim Deutsch lernen! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!